Здравствуйте! Сердечно-сосудистые заболевания на сегодняшний день являются первыми среди самых распространенных заболеваний и одной из основных причин смертности. В начале июля на четвертую конференцию кардиохирургов Северо-Запада в Архангель съехалась элита отечественной кардиохирургии. Перед участниками выступил заведующий отделением кардиохирургии 1-й городской клинической больницы имени Волосевич, заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург высшей категории Алексей Шонбин. Сегодня Алексей Николаевич у нас в гостях. Здравствуйте! Какие темы обсуждали кардиохирурги России на конференции Северо-Запада? На этой конференции, которая состоялась 4-5 июля в Архангельске, собрались кардиохирурги Северо-Западного федерального округа и также были ведущие специалисты, руководители кардиохирургических центров из других городов Российской Федерации, а также ведущие кардиохирурги, которые возглавляют клиники в Норвегии и Швейцарии. Были подведены итоги 20-летней работы кардиохирургической службы в городе Архангельске, а конкретно в 1-й городской клинической больнице имени Волосевич. Вы не волнуйтесь, мы вырежем эти все, если что. Ну вот вообще вы обсуждали какой круг вопросов или делились опытом, или вот такие основные аспекты. Конечно, примирительно просто к человеку, все-таки, что вот нас тоже может заинтересовать? Обсуждались самые актуальные вопросы кардиохирургии и кардиологии, которые волнуют на сегодняшний день ведущих специалистов, которые занимаются хирургией болезни сердца. Рассматривались такие вопросы, как трансплантация сердца, в лечении хронической и сердечной недостаточности. Рассматривались вопросы хирургической инфекции в кардиохирургии. Вопросы использования мини-инвазивных, то есть доступов, то есть вмешательств из небольших доступов на клапанах сердца. Рассматривались некоторые вопросы генетики и ее роль в развитии заболеваний сердца. Также подводились итоги лечения острого коронарного синдрома в нашем регионе и другие вопросы. Все эти семинары, они все-таки направлены на то, чтобы понизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний? Естественно. И главным итогом этой конференции, я считаю, является подтверждением того факта, что кардиохирургия – это относительно молодая отрасль медицины. В настоящее время развивается очень бурными темпами и необходимо рассматривать такие вопросы уже у нас в нашем регионе и стараться применять современные технологии для того, чтобы получить хорошие результаты, те, которые уже имеются в ведущих центрах Европы, мира и нашей страны. А Вы позавидовали, кстати, швейцарцам или же завидовать нечему? Вы и сами на пике современности. На данной конференции рассматривались довольно, может быть, узкие проблемы развития кардиохирургии, поэтому такой зависти не было. Наоборот, мы видим, что и у них бывают проблемы в послеоперационном периоде, такие же, как и у нас. Мы просто обменивались мнениями. И я думаю, что это очень полезно, когда ты знаешь опыт коллег из ведущих клиник, которые имеют какие-то результаты, и сравниваешь свои результаты, которые, в принципе-то, сопоставимы с теми результатами, которые докладывают наши коллеги. Ничем не хуже. Но все-таки, Алексей Николаевич, ведь смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, она почему-то не уменьшается. Причины? К сожалению, да. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний от болезни системы кровообращения в настоящее время является, что ли, лидером и занимает самое большое место, самую большую долю. Во всем мире? Во всей смертности, от всех причин. Во всем мире, и особенно в нашей стране, все-таки в нашей стране смертность от сердечно-сосудистых заболеваний чуть выше, чем в развитых европейских странах. Но врачи называют причины конкретные или нет? Причин очень много. Сразу одним словом на этот вопрос не ответить. Существует громадное количество факторов риска, которые приводят к развитию этих заболеваний. Заболевания сердца, ведущее место среди всех заболеваний, занимает ишемическая болезнь сердца и инсульт. А Архангельская область на каком месте? Показатели смертности в Архангельской области соответствуют средним показателям по Российской Федерации. А как с этой проблемой справляются зарубежные коллеги? Все-таки я знаю, что в США ниже смертность от этих заболеваний. В Японии у них есть уже прорывы, и вперед они идут, уменьшают эту цифру. За рубежом на государственном уровне принимаются национальные проекты, которые направлены на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Принимаются специальные программы по ликвидации или по уменьшению отдельных факторов риска, например, артериальной гипертензии. Там также очень высоко развитое и хирургическое лечение заболеваний сердца. Я могу сказать, что в развитых странах нижней планкой количества операций на открытом сердце является тысяча вмешательств на один миллион населения. И около трех тысяч внутрисосудистых вмешательств, процедур по поводу этих же заболеваний. Нам надо к этому стремиться, пока Российская Федерация уступает. На всю страну в 2011 году выполнено около 30 тысяч операций коронавирусного шунтирования. Это, конечно, недостаточно. Это на порядок ниже, чем в развитых странах, если брать соотношение на определенное количество населения. То есть государственная поддержка важна именно в кардиохирургии? В профилактике развития сердечно-судистых заболеваний. То есть все начинается с профилактики? Да, конечно. Различают и первичную профилактику, и вторичную профилактику. Очень важна первичная профилактика, когда необходимо выявить и устранить факторы риска развития этих заболеваний. Но у нас человек относится к этому достаточно безответственно. Абсолютно верно. Необходимо формировать определенный менталитет по развитию и по осуществлению тех мероприятий, которые приводят к тому, чтобы человек соблюдал здоровый образ жизни. Ну, например? Необходима медицинская пропаганда в средствах массовой информации, чтобы люди знали, что имеются определенные факторы риска, такие как курение, артериальная гипертензия, избыточный вес, гиподинамия, которые могут привести к развитию очень серьезных заболеваний сердца и сосудов. То есть если ты выкуриваешь по пачке в день, ты должен уже задуматься, что это уже фактор риска и будут последствия? Независимо, сколько ты куришь, пачка в день, пол пачки в день, иногда достаточно одной сигареты ежедневно, для того, чтобы этот фактор расценивался как фактор риска. Чтобы проверяться и бежать? Здесь необходимы, конечно, меры государственного масштаба, такие как организация профилактических осмотров, диспансерное наблюдение. То есть люди должны осматриваться и уже целенаправленно, централизованно должны выявляться у них факторы риска. Достаточно иногда просто небольших процедур, достаточно просто опроса или измерения артериального давления, измерения роста и веса тела, чтобы уже выявить три фактора риска, которые являются основными. Это избыточный вес, курение и повышенное артериальное давление. Хорошо, установили, вот есть эти факторы риска, дальше что? Имеется, кроме названных мною факторов риска, имеются, конечно, еще и другие, очень важные, такие, которые возможно определить только, проведя углубленные исследования, такие, например, как уровень холестерина в крови, который необходимо проводить, это уже в поликлинических условиях. Вот, и получив данные, конечно, необходимо с этим бороться. Наверное, надо внушать человеку, что это является опасным. В то же время существуют еще и медикаментозные меры профилактики, которые направлены на то, чтобы устранить факторы риска уже медикаментозным путем, и тоже относятся к мерам профилактики, а не к лечению. Такие, например, как препараты, которые нормализуют артериальное давление, которые снижают уровень и нормализуют уровень холестерина, нормализуют уровень сахара в крови. То есть, когда идет какая-то социальная реклама, что вы должны знать свое артериальное давление, вы должны знать уровень холестерина, это все не пустые слова. Это не пустые слова. Человек должен за этим следить. Конечно. Самостоятельно. В том числе и самостоятельно сейчас имеются большие возможности для этого. И не относиться к этому скептически. Такой менталитет общества, когда еще не созрело. Это общественное мнение, что я буду лечиться тогда, когда появятся первые симптомы заболевания. К сожалению, это бывает уже поздно во многих случаях. Иногда заболевания развиваются внезапно, и симптомы появляются внезапно. Иногда все заканчивается трагически. Первый симптом иногда бывает смертельным. Но тем не менее он на пустом месте тоже ведь не появился. Конечно. Вы знаете, я хотела бы задеть вопрос кадров в кардиохирургии. Как удержать талантливого врача в рядовой поликлинике нашего небольшого провинциального города, например? Или у вас нет нехватки? Это очень сложный вопрос. Конечно, мы ощущаем нехватку кадров узких специалистов в поликлиниках. Особенно кардиологов. Я, как кардиохирург, который работает в этой сфере, это ощущается очень остро. К сожалению, проводимая реформа здравоохранения привела к тому, что все-таки узкие специалисты переквалифицировались либо в семейных врачей, либо во врачей общей практики, либо вообще ушли из медицины. Сейчас надо все это реставрировать. На это требуется время. Подготовить кардиолога высокой квалификации очень трудно. И на это требуется длительный срок. И сейчас, конечно, мы ощущаем еще нарушенные связи между первичным звеном здравоохранения и стационарами. И я думаю, что необходимо еще как-то повышать заинтересованность тех врачей, узких специалистов, кардиологов, которые работают в поликлинике в результатах своей работы. Чтобы была возможность карьерного роста, была возможность все основные свои силы отдать на профессии, не заниматься лишними делами. Ну и немаловажно, наверное, играет роль материальная сторона этого дела. Как вы все прекрасно понимаете, наверное, сейчас, в настоящее время, работает тот марксистский постулат. Бытие определяет сознание, к сожалению, он работает. То есть повышение зарплаты этим специалистам тоже играет очень большую роль. То есть ваше финансовое вознаграждение зависит от количества операций или нет? В нашем отделении, где я работаю, да, зависит. Наша зарплата зависит от количества выполненных операций. Потому что... А не должна бы? Нет, мы имеем особую форму финансирования, особый бюджет. Государство оплачивает эту высокотехнологичную медицинскую помощь. Имеется определенный бюджет, выделяются очень большие деньги для того, чтобы мы выполнили определенное количество операций. И мы должны их выполнить в течение года. В этом году у нас, допустим, план. Это, может быть, не очень как-то звучит. Но, по крайней мере, мы должны выполнить 650 операций. Мы имеем финансирование именно на это количество операций в этом году. А кардиохирургическая служба нашей области уже 20 лет. Вы 20 лет уже работаете в этой сфере, да, кардиохирургом. Вот у нас такой значительный скачок есть. Вот вы наблюдаете, то есть вы уже на пике современного развития кардиохирургии? Так нельзя говорить, мне так кажется, что мы на пике или достигли чего-то. Конечно, за 20 лет мы многого достигли. Самое главное, может быть, это состоит в том, что мы достигли того уровня безопасности проведения кардиохирургических вмешательств, который соответствует. результатам, которые имеют ведущие клиники, ведущие кардиохирургические центры в нашей стране и в странах Европы. А, кстати, из других городов к вам едут на операции? Из других городов к нам едут на операции, но не всегда это возможно. Потому что все-таки не отлажено взаимодействие внутри нашей страны, между регионами, в связи с финансовыми какими-то препятствиями. На сложной операции очередь? На сложной операции очередь есть, но очередь у нас очень небольшая. Операции платные? Для пациентов операции бесплатные. Я говорю, что операции очень дорогие, но за вас, за конкретного больного платит государство. Спасибо, Алексей Николаевич. У меня в заключении несколько коротких вопросов. Ответите? Отвечу. Вы сами следите за своим здоровьем? По мере возможности. Курите? Курю. Секрет мастерства сердечного доктора Алексея Шонбина? Наверное, влюбленность в свою профессию. Самый счастливый день кардиохирурга Шонбина? Их много. Когда поправляются очень тяжелые больные, которые уходят и говорят тебе спасибо. А вы что в ответ больному? На здоровье. Спасибо, Алексей Николаевич. Это был сердечно-сосудистый хирург высшей категории Алексей Шонбин. Врачи советуют для того, чтобы 21 век избавился от названия эпоха сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо немногое положительный психологический настрой, доброжелательное отношение к своим близким и самому себе, физическая активность, правильное питание, отказ от вредных привычек и профилактические осмотры у кардиолога. Только и всего. Вот такие дела. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!